Добрый день! Я, Миронова Любовь Ивановна, приглашаю вас посетить информбюро «Лес полон чудес». Лес. Такое маленькое слово, всего три буквы, а как много он значит для всего живого. Лес называют легкими нашей планеты. Он производит кислород, которым дышат все живые существа. Лес очищает воздух от грязи, пыли, вредных газов. Он укращает ветер. Как бы тот ни бушевал, в лесу всегда тихо. Меньше испаряется влага из почвы, земля остается плодородной. Народная мудрость гласит, лес — это вода, вода — это хлеб, хлеб — это жизнь. В лесу хорошо дышится, а сколько запахов, аромат черемухи, цветущей липы, душистого можжевельника, смолистой сосны. Но не только человеку хорошо в лесу. Под деревьями растут травы, зеленеют мхи, вырастают грибы и ягоды. А это корм для птиц и зверей. В лесу нет ничего бесполезного, лишнего. Если высохнет в лесу болото, не прилетят журавли и цапли. Если исчезнут мухоморы, станут болеть и умирать лоси. Каждая сорная травинка, каждый мелкий грызун для чего-то нужен, кому-то необходим. Не следует бездумно вырубать леса. Не надо их загрязнять, надо охранять от пожаров. Не губить, а беречь, чтобы наше будущее поколение могли насладиться этой красотой. А сколько произведений посвящено этому чуду? Послушайте некоторые из них. Радимов. Царство мирное, лесное. Проходят ваши дни под тихой сенью листов трепещущих осины робкой. Похучий хлип, березы белоствольной. Как я люблю задумчивость покоя, что нарушается лишь хрустом ветки, упавшей с дерева, сухой и ломкой. Люблю дорожку лесною, не зная сам куда брести. Двойной глубокой колеей идешь, и нет конца пути. Кругом пестреет лес зеленый, уже румянит осень клены, А ельник зеленый тенист, а синник желтый бьет тревогу. Осыпался с березы лист, и как ковер устлал дорогу. Идешь, как будто по водам, нога шумит, а ухо внемлет малейший шорох. Чаще там, где пышный папоротник дремлет, А красных мухоморов ряд, что карлы сказочные спят. Стихотворение Майкл. Лес точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный, Веселой пеструю стеной стоит над светлою поляной. Березы желтую резьбой блестят в лазуре голубой, Как вышки елочки темнеют, а между кленами синеют, То там, то здесь, в листве сквозной, Просветы в небо, что оконца. Лес пахнет дубом и сосной, за лето высох он от солнца, И осень тихою вдовой вступает в пестрый терем свой. А теперь некоторые задания по этому нашему с вами чуду. Сколько в лесу растет деревьев? Ответ очень много. А вы сможете их узнать по вопросам, которые я задам? Первое. Дерево, любимое пчелами. Дерево, связанное с праздником Рождества. Символ России. Четвертый вопрос. Русский писатель Михаил Пришвин назвал их Зажженными свечами Великого Храма Природы. И пятое. Научное название дерева – тополь дрожащий. Что это за дерево? А теперь следующее задание. Назовите мне, пожалуйста, птиц, живущих в лесу, на букву «С». Молодцы. Я надеюсь, вы справились с ним. А теперь узнайте по голосу обитателей леса. Продолжение следует... Молодцы. Надеюсь, вы справились с этим заданием. И в заключение еще одно стихотворение, как напутствие. Я иду тропинкой узкой, пробираюсь в лес густой. Зеленеющие ели стелют ветви надо мной. По бокам трава с цветами, песни птиц звенят кругом. Ручеек журчит в ложбинке, струйки блещут серебром. Я один. И мне не страшно. Кто обидит здесь, когда сам пришел не обижать я, отдохнуть пришел сюда. Я не трону птички малой, и цветов не стану рвать. Если жизнь я дать не в силах, как могу ее отнять? Спасибо. До новых встреч.